И вновь, друзья, всем доброго времени суток, всем доброго вечера. Мы продолжаем наблюдать за фасткапом номер 17339 на платформе StarLadder. А это значит, что мы продолжаем наблюдать за открытыми квалификациями в Pro-серию 18 сезона, которые, собственно, уже потихонечку заканчиваются. Одни из последних вот таких фасткапов мы с вами вообще видим. Должны были они закончиться еще позавчера для региона СНГ, но так как есть свободные слоты еще в Pro-серии, то решили организовать еще несколько таких фасткапов. Полуфинал, к сожалению, посмотреть у нас не получилось из-за технических неполадок. Надеюсь, что эти самые технические неполадки максимально перестанут нас преследовать в карте финала, где встречаются два коллектива, которые, собственно, до этого финала добрались. Гэмбл и Спортс, Силы Тьмы, Анима, Лайф Туин, Силы Света. Боя в один противостояние в финале нас ждет. Победитель отправляется непосредственно в закрытой квалификации в Pro-серию, так что давайте потихонечку переходить к стадии драфта. Бан от команды Сил Тьмы, Амбер Спирит, Сэнд Кинг и Снайпер. Силы Света решили избавиться от Лондруида, Андерлорда, Лайфстиллера и Луны. Ну и по пикам давайте тоже посмотрим. Слардар Дизраптор для Сил Тьмы и Скаймак Кентавр Варранер для Сил Света. В принципе, именно этими двумя персонажами, насколько я помню, распик начинали Аниме Лайф Туин в прошлой своей карте, которую выиграли достаточно уверенного оппонента, что-то типа 43-17. Как-то так карта в итоге завершилась по счету, по фрагам. Могу сейчас уточнить и сказать вам. 43-14, 32 минуты и 52 секунды длилась прошлая карта. Там как раз тоже были на первые два пика Кентавр и Скаймак. Посмотрим, будут ли продолжать дальше. Да, Венжи Фулл Спирит все то же самое. Пока решают, что незачем победную стратегию свою как-то менять. И в принципе, с одной стороны, это правильно. С одной стороны, это правильно, потому что... Ну, если вы этой стратегией умеете играть, если она у вас натренирована, то почему нет? Помимо всего прочего, ни Слардар, ни Дизераптор, которые сейчас в пике у команды Дайер, они сильно не как-то мешают этой стратегии. И Саленсер, здесь уже посложнее может быть. Здесь уже не так просто, возможно, будет скомбинировать какие-то станы с, например, ультимейтом Скаймага. Посмотрим, как это будет делаться. В любом случае, Джиггернаут на четвертый пик для Аниме Life to Win. Джиггернаут, который неплохое количество магического урона наносит на начальной стадии игры. Соответственно, в лейте выходит в хороший потенциал по физическому урону за счет уровня, за счет артефактов. Так что, пока более-менее все сбалансировано у нас получается. Джиггернаут под Минсармором от Верндж Фолл Спирит будет наваливать очень неплохо физой. Соответственно, под печатью от Скаймага можно будет неплохо раскруточкой наваливать. Так что, приятненько все это достаточно у нас получается. Ну и, соответственно, Магнус у нас для Гэмбл и Спортс. Магнус, в принципе, которого можно комбинировать с Дизраптором и Сайленсером. То есть, Магнус закидывает Реверс Полярити. Тут же дается Глобал для тех, кто не попал в Реверс Полярити. С команды противника тут же убирается возможность как-то противодействовать Магнусу, по большому счету. И Дизраптор ставит Кинетик Филд, Статик Сторм на персонажей, которые, собственно, получили Реверс Полярити. Тут даже может прыгнуть Слардар, продлить Стан. Туда же может залететь еще что-то. И вот это что-то как раз нужно сейчас будет добирать. Нужен еще Кэрри персонаж для Гэмбл и Спортс, собственно, который неплохо бы с этим Магнусом сочетался. Видел я, по-моему, в их исполнении Мартретку. Видел я в исполнении у них Джиггернаута, по-моему, вместе с Магнусом. Ну, собственно, я думаю, что Мартретка у нас, возможно, кстати, и появится. Анима Life to Win, понятно же, самого очевидного персонажа, это Свена. Пожалуй, чаще всего с Магнусом его пытаются как-то сочетать. И удается это в большинстве случаев вполне неплохо, так как у Свена и собственный клиф имеется. И под Эмпауэром у него этот клиф еще добавляется. Добавляется, в общем, становится он серьезным-серьезным таким бойцом на карте. Ну, а для команды Гэмбл и Спортс нужно тоже было сделать какой-то бан. Не так много времени у них дополнительного оставалось. И этим баном становится Тракса. Тракса... Не знаю, почему именно этого персонажа решили не дать противнику. Возможно, из-за хорошего АОЕ Сайленса, который был бы... Ну, мог быть не в тему, там, против того же Сайленсера, как бы это каламбурно не звучало. Но все же, на все же. Что касается Гэмбл и Спортс, кэри они себе забирают. Это антимаг. Это антимаг, от которого, в принципе, мы можем здесь, наверное, ожидать даже какой-то не совсем стандартной сборки. Возможно, это будет условный Майл Шторм, Башер, Грейженый... Ну, точнее так, сначала Вангард, Майл Шторм, после этого Супер Башер. Например, так. Потому что, в принципе, в принципе, антимагу здесь не обязательно собирать Бэтл Фьюри. У него есть Бэтл Фьюри в виде Эмпауэра Магнуса. И можно будет как-то попробовать немножко ускорить этого персонажа. Ускорить его взаимодействие с другими персонажами в файтах. То есть, чтобы он пораньше вообще появился на карте. Это Шэдоу Финт, тем временем, для аниме Life to Win. Мы же перемещаемся непосредственно на саму карту, где уже будем наблюдать за противостоянием. Надеюсь, что без дальнейших проблем, без дальнейших раздумий мы сможем это сделать. Ну, а пока представлю составы играющих коллективов. Мистер Симпл играет на Скаймаге, на Чаггернауте, Зивульф, на Кентаври Варранере, Симбион. Шэдоу Финт под контролем She's Haunting Me. И Венжи Фул Спирит, это Мастер Ву. Команда Анима, Life to Win, Силы Света, прошу любить и жаловаться. Их оппоненту Гэмбл и Спортс Силы Тьмы. У Чихсадара играет на Антимаге, на Сайленсере, Томпик, на Слардаре будет играть в Картоха. На Дизрапторе катать Миги и Магнус под управлением Юпа. Команда Гэмбл и Спортс Силы Тьмы. Ну и комментировать для вас все это дело будет Александр Ланегир и Потапов. Спасибо за то, что вы на трансляции. Я надеюсь, будет интересно. Я надеюсь, что не будет никаких у нас провисаний, багов, лагов и прочей всякой гадости, которая преследовала нас в прошлый раз. Здесь, я надеюсь, все будет действительно хорошо и красиво. Ну а команды, тем временем, пока расходятся у нас по рунам. Есть сразу телепорт от Кентавра. Возможно, стандартный какой-то вард сюда поставит он или вот здесь вот уткнет. Но да, почти-почти я угадал с расстановкой Абсервера Варда для команды Сил Света. Соответственно, здесь также обитает Антимаг рядом. Кстати, взял он себе сразу 8 тангусов. Не самое такое стандартное решение, наверное. Ну и титангусы очень неплохо можно использовать с веточками. Собственно, что, наверное, и будет происходить. Что касается других каких-то вардов, здесь у нас есть узкая мага. Вард, есть узкая мага, кстати, и смок, который можно будет использовать при походе на мид. Небольшие какие-то спайки у нас в доте. Надеюсь, что они никак не повлияют на качество трансляции. И все будет хорошо. Тем временем. Тем временем у нас ставится вардик. Такой вот интересный вардик ставится. Очень агрессивный. Невероятно агрессивный вард со стороны команды Сил Света. Есть ли возможность его раздеварить? Да, есть. Но, судя по всему, не было видно. Судя по всему, не было видно саппортов, которые шли этот вард ставить. Саппорты, соответственно, здесь венджи, фулл спирит и скай маг. Как фармить будет в этом плане джиггернаут? Ну и посмотрим. Посмотрим, потому что здесь тоже дабл линия. Здесь Картоха и Томик стоят. И посмотрим, как же удастся им противодействовать трипл линии команды соперника. Соответственно, здесь у нас Шэдоуфинд против Магнуса. Здесь у нас Кентавр, который стоит против Дизраптора и Антимага. По большому счету, вряд ли, как мне кажется, получится оттуда Кентавра выгнать. В какой-то момент он и сам, взяв в себя Аэрон Талон условный, сможет пойти. Ну или там Пармаксев Ретерн сможет пойти подфармливать близлежащие к нему леса. Ну, в общем и целом, те два персонажа, которые там находятся на излинии со стороны команды Рэддиант, они не сильно могут как-то затыкать там этого Кентавра. Картоха здесь, но получал очень серьезно. Наверное, не хватит урона для того, чтобы его убить. Остается буквально 44 хп. Отхиливается с фласки и на этом. Все, выход в мид здесь был в исполнении сайленсера. Отхиливается в шедуфинг. Не удалось его забрать. Ну и сайленсер перемещается на верхнюю линию. Спокойно вот переходит пешочком. Мы видим, в свою очередь, перемещение сайленсера на излинию в триплу. Это уже некоторые проблемы для Кентавра, который сейчас пока чувствует себя хорошо. Есть у него еще отхил в виде фласки. Ну вот, с наличием здесь сайленсера, конечно, придется ему уже как раз и в те самые леса уходить. Потому что будет намного сложнее справляться с харасом, который будет идти от саппортов. При этом, при этом, селедки, селедки очень плохо. Ну, Картохи до сих пор первый уровень. Его, мало того, что зонили очень сильно на лане, его еще и лишают сейчас руны. И где-то ему нужно набирать себе второй уровень. Зафармить какой-то вот стак. Но они все, блин, тяжелые. Здесь его убьют. Здесь его тоже похарасят очень знатно. Как-то даже и не позавидуешь Лордару вообще в этой карте. Ну, Джиггернаут фармит. Джиггернауту никто не мешает. Всех крипов, которых видит, в идеале он должен забирать здесь. Ну, потому что действительно просто не подходит с Лордару крипам. Мы видим, что у него по-прежнему первый уровень. И, ну, для хардлейнера это не самая приятная ситуация. Понятное дело, что Картоха может в какой-то момент попробовать использовать смок вместе с саппортами, выйти в мид, где у нас, кстати, там разминают друг друга персонажи. Но, опять же, тяжело будет, когда у тебя первый левел, только спринт, чтобы как-то там противопоставить. Здесь Юб получает по лицу, собственно, так же, как и Шидоуфинт. В этом плане разменивается здесь по урону, ребята. Ну и Магнус, в случае чего, руна Энвиза у него есть. Так что не боится он маковать, не боится он получить по лицу. И понимает, что сможет в случае чего уйти от какой-то агрессии, от ганга, уйти на ЛОХП. Здесь же у нас Слардар по-прежнему первый уровень. Как же это печально. А самое противное, что Слардар, скорее всего, руну даже не заберет здесь, потому что пошла уже сюда Венжи Фул Спирит, в случае чего она просто отстанется и все. Но, понимая это, Слардар, взяв себе тапок, идет вот в лесах прятаться, чтобы хоть какой-то опыт получить. Мы понимаем, что второй уровень на четвертой минуте для него, это, конечно, не круто. Венга. Венга успеет ли зайти сюда? Да, Венга успевает зайти сюда, но там и так Магнус уже отъехал. В соло просто разобрал его Шедоу Финт. При этом у Магнуса бутылка была. Вот он как бы невидимость-то использовал. Какие-то спайки у нас тут небольшие. Ну, теперь чуть более раскованно себя здесь Слардар чувствует. Есть у него стан. От какой-то агрессии можно попробовать ему уйти, но не дают. Не дают просто так стоять, не дают ему жить нормально на этой линии. И Картоха очень сильно страдает. В итоге получилась действительно хорошая линия со стороны команды Сил Света. При этом Кентавр чувствует себя намного лучше. У Кентавра есть 17 аж крипов. Это очень много. Ну, по сравнению, например, с тем же мидером Шестанатин Ми, у него всего на 10 крипов меньше. Здесь, правда, могут сейчас подцепить его. Успевает, отстанется. Тут же Глимс. Ну, Глимс потрачен, а Кентавр достаточно бодро может на своих четырех ногах отсюда убежать. Да и на развороте попытаться кого-то забрать. Кстати, видел я пару разных билдов на Кентавра. Антимаг. Антимаг получает печать. Антимаг получает, в принципе, большое количество урона. Но не туда полетело замедление. Антимаг выживет в итоге, скорее всего. Нет у него пока мановойда для того, чтобы как-то наказать на развороте тех, кто там будет. Здесь Слардар умирает от Венжи Фулл Спирит в соло. Ну, а в миде Шидоу Финт продолжает набирать себе души. В принципе, третья душа у него есть, и это неплохо. Немножечко проигрывает по крипстату Магнусу, но это не суть важно, потому что разница там в 4-5 крипов какого-то серьезного импакта не вносит. Здесь важно больше, кто быстрее получит возможность использовать свою ультимативную способность. То есть, если подойдет какой-то дизраптор условный в мид, и получится Магнусу нормально скастовать реверсполярити и увести под собственную вышку, то, скорее всего, там умрет Шидоу Финт, потому что у него, собственно, ульты нет сейчас никакой. Но мы видим Венгу. Видим Венгу, у которой станчик будет сразу, как только она выйдет. Есть станчик. Попытался убежать Магнус. Тычка раз, тычка два, тычка три, и просто Магнус... Ну, это обидно, ты уже вроде убегал. Уже все было хорошо, но кайлом тебя прямо во время скьюера забирают. Практически спас, к слову, инфюстрендроп Магнус. Не хватило, мне кажется, там секунды буквально отката этого артефакта для того, чтобы уменьшить последний вот этот койл, и все было хорошо. Тут дальше перемещение идет. Скай Маг третий уровень, но вард. Очень вовремя поставленный вард. Этот кончается. Ну и просто решают помочь здесь Кентару Варранеру. Собственно, освобождая несколько линию для Слардара. Понятное дело, что Слардару здесь будет все равно тяжело. Джиггернаут пытался его как-то здесь забрать, сомнислэша, видимо, одного прыжочка не хватило. И поэтому отхилился картоха там на шрайне. Ну, в любом случае, Слардару дали пространство, Слардару дали возможность несколько пополучать здесь, наконец-то, опыта. Возможно, даже подфармить каких-то крипочков, если, конечно, Зевульф даст ему эту возможность. Ну, а Шидоу Финт подфармивает тут тоже нейтралов. Шидоу Финт, кстати, хочет выходить в Лотар. Так вот, есть у него уже Аквилл там на топе. Спастись хочет как-то Шидоу Финт. Шидоу Финт, простите, боже, Кентавр. Собственно, у него это сделать получается. Но глимсуют Скаймага. Скаймага в итоге заберут. Вряд ли он отсюда уйдет. Хотя очень быстрый Скаймаг, мы понимаем. Но здесь есть Антимаг. Антимаг, у которого, кстати, скоро будет уже... Вадлфьюри. Ну, относительно скоро. Там около 2000 голды необходимо на этот артефакт. С учетом того, что это Биттлфьюри голый, вряд ли это прям как-то суперкруто. Ну, а Джиггернауто сейчас нужен буквально один плюс какой-то саппорт для того, чтобы без проблем убивать Слардара. Стан от Винги, Слардар умирает. Какой-то Эншин Сил от Скаймага. И, собственно, Слардар тоже умирает. Пока мы видим, что периодически приходит помогать Кентавру. Слардар, кстати, там убили. Как раз, судя по всему, в Соло с этим справился Джиггернаут. Мана у него хватило на Омнислэш и Биттлфьюри. И не понадобился им никакой плюс. Просто взял и закрутил до смерти. Здесь руна Хасты имеется. Руна Хасты, которую забирали для себя Шидоуфинт. Имеется возможность с этой руны Хасты попробовать поагрессировать на Магнуса. Помимо всего прочего, здесь есть и Скаймаг в Смаках. Скаймаг, которого не должны были нигде видеть. Но Магнус уходит. Магнус уходит. Возможно, Скаймаг спалился вот на этом Вардике. И перемещается на нижнюю линию. Венга здесь тоже уже есть. Бежать надо отсюда Слардару. Иначе он просто отъедет. Слардар в итоге пытается как-то бежать. Что за рейнджстан? Вот такой у Венжиху спирит. Слардар в итоге здесь наказали. За его оплошность. Но, скорее всего, Вард все же нужно ставить не вот сюда вот на таких минутах. А вот такой вот какой-то Вард будет более полезен. Потому что на 9-10 минуте его вряд ли будут разварживать. Но при этом необходимый Вижен. При том, что у тебя стоит еще Т1 Вышка. Он будет давать. И вот такого фрага, например, удалось бы избежать. Магнус. Магнус себе Даггер дальше хочет. Оно и понятно. Магнусы часто любят в последнее время собирать для себя первым артефактом. Ну, таким относительно... Серьезным артефактом. Все-таки не Даггер, а Саблю. Здесь Юб мы видим, что хочет инициировать. И это неплохо. Это неплохо, потому что... Дизраптор скоро будет 6-го уровня. Здесь нашли, кстати, Сайленсера. Сайленсер, скорее всего, отвалится, да. В итоге Кентавр забирает себе фраг. А умрет ли сам Кентавр? Интересно. Тут его дамажит очень неплохо. Нету просто сожрать дерево! Негде сожрать дерево. И на последних секундах Кентавр все-таки выживает. Подключился. Там, по-моему, вместе с... Вместе с Танквилл Тапками подключился как раз еще пара Регена. От Тангуса и выжил Кентавр. Прямо на очень лоу хп. Что касается Шедоу Финда, то здесь лотар будет очень скоро. Здесь лотар будет буквально через 200 голды. Собственно, вот этот стак зафармить. Пойти там на базу и... Но накапает. Ну, можно еще зафармить какой-то другой стак. Там, например, волков. Забрать Руду. В общем, приятненько с Хантингмию. Очень тайминговый лотар. Я думаю, что не будут ожидать какого-то такого серьезного перемещения. Плюс есть уже ультимативная способность. Можно ее как-то раскастовать. В общем и целом, выглядит все это достаточно неплохо. Джиггернау подфармливает здесь стаки. Очень приятно. Кстати, через раскрутку просто и приятно эти стаки фармиться. Без особых каких-то проблем. Ну и Слардар. Слардар. Агрессия на Джиггернаут. Джиггернаут должен поправляться в таверну здесь. Мана ни на что нету. Пытается убежать просто за счет того, что у него есть какие-то хорошие скиллы. И на развороте. На развороте. Шэдоуфинд. Шэдоуфинд. Убивает Дезраптера очень быстро. Отличное перемещение. От Лайфтовин не бросили свое саппорто. К своего керри Слардара также пытаются здесь подцепить. Сделать это не так просто получается. Ну и Слардар в итоге выживает. Но главное, что засейвлен Джиггернаут. Вынужден он будет скорее всего через какое-то время уходить отсюда. Ну и в это же самое время Антимаг приобретает себе Баттлфьюри. В принципе 12 минут для голой Баттлфьюри. Ну более-менее неплохо. Можно было чуть лучше пофармить. Но ему тут и Кентавр тоже мешал. Так что не будем забывать, что не совсем прям фрифармящая линия была. При этом у Кентавр тоже очень много денег. Мы можем, кстати, сами деньги-то посмотреть. Общая ценность у нас примерно такая. Здесь совсем чуть-чуть не хватает урона. Буквально одной тычки не хватает для того, чтобы Антимага убить. Как раз вот этот Глимс сыграл сейчас очень важную роль. Потому что успел бы дать тычку в NGF Spirit до блинка Антимага. И тот бы умер. Но саппорты все равно, скорее всего, здесь отъедут. По ауто нету у Дизраптора. Он только что его делал сюда. Пытается как-то майнсить, но вряд ли. Вряд ли у него это получится. Дизраптор. Да. Отправляется в таверну. Даблкилт. И, помимо всего прочего, вышку также можно забрать. За вышку эту дараться возможности никакой нету. Джиггернаут хочет очень сильно убить здесь Слардара. Но решает за ним не гоняться. Плюс Магнус сюда перемещается. Магнуса забрать с ультимативной первого левела, наверное, не получится. Джиггернаута до второго ему не хватает совсем немного. Так. РП. РП, да, нет. Да, РП есть. Станчик сейчас должен быть по таймингу. Есть станчик. Джиггернаут пытается раскрутиться, но... Нет. Если бы он использовал... Умнислэш, возможно, получилось бы забрать Слардара. Но так не помогло ничего. И Джиггернаут отправляется в таверну. Хорошая реализация. Реверс полярити. Но очень хотят намстить. Очень хотят намстить за это. Антимаг фармит крипов. Антимаг сейчас просто наполучает очень больно. Да, ну... Полностью заряженный шедоуфинт. Тычку просто на полхп. Антимагу выдал первую. Потом пошел Эншинсил. И там уже паркайлов прикончили. Антимага полностью... Неприятно, что и скажешь. Помимо всего прочего, можно дальше бушить. Есть здесь, конечно, Сайленсер. Нет пока даггера еще. У Кентавра Варраннера. Стампида также была использована для того, чтобы попытаться подсейвить Джиггернаут. Поэтому как-то сагрессировать на Томпика пока не получится. Да и мана, например, у того же Шедоуфинда нет, чтобы как-то попробовать, может быть, обойти. А здесь Дизраптор. Здесь Дизраптор. Ну, пытаются убить очень быстро Скаймага. Скорее всего, это получится. Скаймаг в итоге ничего на развороте сделать не смог. Ну, и такой несколько дешевый фраг. При этом снизу вышка пушится и упадет. В итоге разменяли вышку на Скаймага. Да, вышка, наверное, все-таки поприятнее будет. Да, общую ценность я вам показал. А вот графики по командам мы еще не видели. А здесь, между прочим, 7500 для Аниме Лайф 2 Вин. И по голде 6000 по XP. В общем, очень серьезно от своего оппонента они здесь отрываются. Возможно, попытаются сейчас как-то Джиггернаут отцепануть. Даггера по-прежнему на Слардаре нет. Ну, и в принципе, наверное, оно и понятно. Очень плохо у Картохи было с началом этой карты. Ну, и пока то, как поставили свои линии и то, как распоряжаются своими персонажами ребята-команды Аниме, оно чуть более выигрышно, что ли. При этом есть у нас антимаг. Не стоит об этом забывать. Антимаг, который теперь может более или менее адекватно фармить леса. Но хватит ли антимагу скорости фарма? Потому что я предполагал, что при наличии такого персонажа, как Магнус, антимаг не будет нуждаться в Battle of Fury. И уже, может, смог бы выйти в какие-то, ну, более или менее артефакты приличные. То есть, например, как и Джиггернаут, Монта Стайл можно было бы какой-то, например, себе первым артефактом забирать. Здесь ходит СФ. СФ никого здесь не найдет. Видимо, где-то спалился. Хотя вардов на хайграунде я не наблюдаю. Вардов не наблюдаю. Пока нету каких-то ультимативных вещей у антимага. Он пока будет добирать себе всякие ПТ и так далее. Даггер, кстати, на Кентавре. Очень тайминговый в итоге даггер получается. В отличие от Слардара, эта линия намного круче получилась. Здесь хорошая РП по 2 им. И тут же сюда залетает ульта от Дизраптора. Ну и 2 фрага без шансов. Хорошие, кстати, 2 фрага. Очень важные. И сейчас должны приличное количество денег с этого получить персонажа команды Гэмбл и Спортс. Ну, да, примерно 2 с небольшим тысячи. Они получают голды за все это безобразие. Но теперь, теперь можно попробовать как-то на развороте подраться. Джиггернаут здесь рядышком. У Джиггернаута ультимативная способность второго уровня уже есть. И, соответственно, через стан Кентавра, через свапвинги со станом тоже можно творить всякую грязь. Тоже можно быстро убивать противников. Ну, а здесь используется Шрайн. Очень нужно пополнить маны. Что касается Слардара, тот не стал упираться в Суперфаст Даггер. И взял себе сначала ПТшечки. Ну, при этом у него уже полторы тысячи голды есть. То есть, Картоха потихоньку, потихоньку все же подбирается к этому Даггеру. Это хорошо. Винга. Винга здесь через ПТ решила идти. Не самый стандартный для нее вариант, как мне кажется. Саппортящая Винга, по моему мнению, все же должна тарить себе Арканы. Ну, потому что, давайте считать, 230-270. 270 стоит прокаст у Венжи Фул Спирит. При этом хорошо бы там 2 стана отдать в драке. А Монопул всего 338 получается. Понятное дело, что ты можешь Арканы переключить на ману. Там будет побольше немножко. Но, опять же, как мне кажется, не будет хватать. Глимс потратили. Глимс потратили 15 секунд. Без него можно будет как-то попробовать ворваться. Плюс нету реверс полярити. По-прежнему здесь Магнус фармит. Если Магнуса здесь как-то найти, было бы, конечно, супер круто. Ну и вот пока вот так вот более или менее ненавязчиво пушат, то шансы антимаг выформить все больше. Вот сейчас, когда уже подошли к выишке, можно попробовать что-то сделать. Глимсует очередной раз Кентавр для того, чтобы тот не прыгал. А Кентавр сейчас может прыгнуть. Прыгает очень неплохо по сайленсеру. Сайленсер разбревает, он абсолютно ничего не успеет сделать. Отзонили также дизрапторы здесь. Отзонили вообще всех от Т2 вышки. И теперь спокойно эту т2 вышку можно забирать. Да, здесь сплитит антимаг. Но антимаг по вышке урона не очень много имеет. И вышку эту сломает позже, чем здесь. При этом это Т1 на Т2 размен. И если уж очень хотят, Лайф Твин могут вообще эту вышку за дефать у Чиксадара. Жадный. Жадный. Жадный Чиксадар. Знаю, где он находится. Знаю, где он находится. Тут же должен быть Сайленс. Да, есть Сайленс. Джиггернаут убивает антимага. Очень хорошо сыграна. Заметили. Заметили сначала с хайграунда, что здесь антимаг подфармливает. Ну и, конечно, видимо, Эльфы не поступило. Либо Вижена нет никакого сейчас у команды Дайер относительно своего оппонента. В принципе, да, не видели, что там куда-то растопешивать и так далее. А что касается Шидоу Финда, мог бы тот попробовать сейчас как-то сагрессировать. Но у него заканчивалось уже действие Шидоу Блейда. Поэтому решил не рисковать лишний раз. 36 душ имеется. Шидоу Блейд это, конечно, через 5 секунд. И здесь уже можно будет как-то всякое творить. Потому что Кентавр, Кентавр видит, где находится Слардар. Есть Стан, есть Дабл Эйдж. Стан должен полететь от Венджи Фул Спирит, который, собственно, и заканчивает жизнь Гартохи. Отправляя того в таверну на полминуты. И за эти полминуты можно пододвинуть линию. Пододвинуть линию сюда. Допушить вышку, которая осталась буквально 550 хп. И тем самым еще больше сузить возможные перемещения того же антимага. Безопасные. Потому что чем дальше он находится от своих вышек, тем меньше возможности ему как-то помочь. А как мы видели, антимаг не переживает пока Энджин Сил. Здесь, кстати, агрессия на... Ой, Станчик в итоге хороший. Глобал на развороте. Магнуса просто могут затыхать. Сейчас Магнусу совсем чуть-чуть не хватило урона. В итоге хороший Станик Сторм. Он возвращает сюда Кентавра Варраннера. Кентавр живет по-прежнему. Он очень толстый. Через 3 секунды РП. В итоге очень вовремя Магнуса использует. Также Шэдоу Финд живет по-прежнему. Шэдоу Финду просто как будто никто не бил. Решили забить почему-то на Шэдоу Финда. Били Кентавра. Это была ошибка. И в итоге очень-очень каленые здесь все. Что с одной стороны, что с другой стороны. И подходят сюда на Джиггернаут. Джиггернаут такой. Здрасте, ребята. Я готов. Джиггернаут в итоге не дрался. Здесь, собственно, так же, как и Слардар, по большому счету. Ну, а антимага-то нету. А здесь три кора живые. И эти три кора начинают очень серьезно разминать Т3-вышку. И с этим уже ничего не могут поделать, по большому счету. Здесь ребята из команды Дайр. Потому что ультимативные все у них были использованы. Здесь есть Омнислэш. Омнислэш этот можно тоже сейчас использовать. Было. Крипов-то нету. Еще 5 секунд. И как-то можно было на развороте. Здесь Юб начинает получать неплохо. Кентавр почему-то не отстанялся вовремя. Отстанялся только сейчас. Распрыгался здесь Джиггернаут. Убивает одного. Второй тоже, скорее всего, должен отправляться в таверну. Не хватает там немножко Джиггернаута. Но тот, слушай, умирает. Здесь высвапывают Кентавра для того, чтобы тот жил. В итоге минус 3. Можно дальше продолжать пушить строение. Пошла Стампида. Стампида. Неплохо подстанили здесь. И у Чиксадара может отъезжать в таверну. Не хватает ему в анимации буквально для того, чтобы он выжил. Он уже замахивался на блинг. Минус одна сторона, как минимум. Огромное количество денег за этот файт получает, естественно, Анима Life to Win. Мы понимаем, что их преимущество уже близится к 15 тысячам. А они с этого хеграунда вообще уходить не хотят. Да, несколько не хватает маны. Но при этом Сайлендер подставляется. Сайлендер, скорее всего, сейчас отправится в таверну. Не хватает ему ничего. Не хватает ему стиков. Здесь Слардар. Слардар наполучал под Бакабэхой Шедуфинт. Но там есть Форстав. Там есть Форстав в исполнении Дизраптора. Но вторая сторона упала. Вторая сторона упала. То, что я и говорил. Очень жадно. Невероятно жадно сыграно. Здесь еще ошибается Магнус. Магнус тоже отправляется в таверну. Ничего он сделать не сможет. По большому счету, на этой стадии уже можно писать гудгейм. Были шансы как-то выформить антимага. Но, опять же, я упоминал на стадии драфта, Что это невероятно слоуплейный персонаж. Я предполагал, что мы можем увидеть какой-то более агрессивный на него айтем билд. Не через Бадлфьюри, через Вангвард, Майлшторм. Хоть как-то, чтобы можно было антимагом драться. Сейчас антимаг мало того, что находится на четвертом месте по Нетворцу, Так он еще и импакта в драках никакого при этом вообще внести не может. Он может немножко побить. Он может дать Монавоид. Но Монавоид нужно давать по такому персонажу, как Скаймаг. А Скаймаг старается не подставляться. У остальных Монопул не такой большой. 600 здесь, 700 здесь, 300 вообще тут и все. Только 1100 у Скаймага могут позволить нанести с Монавоида какой-то неплохой урон. Но пока не получается. Пока не получается и поплатить. Ну, пока вот мы видим, что ребята действительно просто за свою ошибку на драпте, За такое вот ярое намерение сыграть антимагом, Пока они расплачиваются. Возможно, потерянной игрой. Ай, Магнус, Магнус здесь. Магнус может просто умереть. Сейчас еще пару тычек надо сделать, но есть глимс. Есть глимс, Магнуса, правда, при этом отпускать все равно никто не хочет. Голубь летит, Магнуса форстафнули. На самом деле, хороший выбор артефакта Дизраптора. Уже несколько раз мы видели, как сейвит он своих тиммейтов. При этом Скаймаг уже добрался до Родофотоса. Очень неприятная штука. Того же антимага контролить можно, он не сможет выпрыгнуть. Антимаг, кажется, начинает уплотняться. Но поздно, поздно все это получается. Здесь, здесь, тычка, вторая, третья, Саленсер. Саленсер просто умирает. Саленсер умирает, ничего абсолютно не сделав. Забирают, скорее всего, там же и Дизраптора, ну и на хайграунде. Нашли здесь и аннигилировали Магнуса. Магнус пытается как-то бегать, но вряд ли у него что-то получится сделать. Нейтральный крип его забирает. Но проблема в том, что Магнус умер. И его реверсполярити не будет. А здесь только сбили Аеги с Шадо Финду. Можно спокойненько идти и агрессировать на заключительную сторону. Благо, все пять персонажей живы. И мало того, потрачено только Стампида. Потрачено только Стампида. То есть все есть скиллы Стампиды. Кстати, теперь агонимная будет следующая, если доживут до этого противники. Ну а пока, пока можно дальше просто заканчивать игру. 25-ая минута. Антимаг прыгает Антимаг. Что-то сделать здесь неплохо. Но свап. Тут же свап и глобал не совсем по таймингу получился. Да, Винга, скорее всего, умрет. Но на развороте какое же огромное количество урона получает все-таки Антимаг. Распрыгался здесь Джиггернаут. Ну и все. Это конец. Это конец. На базе стоят оставшиеся три персонажа. Good game. Well played. 25 минут. Столько понадобилось команде Анима Life to Win. Для того, чтобы они прошли таки в закрытой квалификации про-серии. Несколько односторонним получился финал. Но в любом случае команду Анима мы поздравляем. Команде Гэмбл Спортс желаем дальше совершенствовать свою командную игру. Для вас же на этой карте работал Александр Ланегиропотапов. Ссылочку на свою группу ВКонтакте. Если вы вдруг в нее заходите подписаться, я скину в чатик Твича. Спасибо за то, что были на трансляции. И до новых встреч.